записываю записываю запис вы видите там написано оксана викина же корень я еще до сеанса увидела какой он сидит с какими-то картами карты неба с картами неба там-то много всяких звезд вот эти созвездия и он и он как звезды чё ты подержи и он говорит что но это какая-то это другая это луна луна номер пять ты можешь и там много очень разных таких маленьких как они на русском кейс такие пчеры вы понимаете по-украински пещеры и пещеры и пещеры я с киней женщина небе или ксежек номер пень вот и он он один живет он мне говорит что на самом деле он исполнитель он просто составлял карты неба но эти карты ненастоящие это для искусственного мира мишка сам так и ты листочь выкуравцам ты рубишь карты неба а ленты рубишь те карты они они не есть правдивая она любит и рубишь это с полицей а не вымешиваешься рубить и он сейчас там параллельно сидит у него получается всегда двойные жизни у него одна жизнь здесь вот и вот у него пятьдесят восемь раз пятьдесят восемь раз уже вот это 58 то есть по умножить на 2 получается вот так то есть по 2 и пятьдесят восемь раз двойных жизней он уже прожил ну энергетически ему он говорит то кого мы считаем богами зевс зевс он создал вот эту идею построение мира она как-то идет он слоями потому что получается земля но вот круглая но она идет такими как слоями если наслоить как тарелки или блины но края они как бы наверх идут как будто есть заборчик маленький и одно вставляется в другое отсюда идея яйца или матрешки но это матрешка она она из китая на самом деле он говорит из китая пошла потому что мать вообще идея вот этой одно в другом это китайская идея матрешка это из китая китай он очень древняя цивилизация он горит самое первое но ее заменили биороботами серыми и они сейчас хотят вот по плану зевса биороботы должны у это много очень разных стран с биороботами биороботы повинны и борзу дужат их есть в панске с биороботами они должны поглотить как это белых людей можно белой расы вот так люди люди белые расы потому что с таким образом диджитализация происходит все под строгим контролем диджитализация чили в работу мы хотим претворить и то что под контролем где потому что сейчас механизация мира происходят вот на этой данной планете экспериментальной на гигане сидим механизация счета вот он это есть экспериментально и он он говорит что есть возможность того что некоторые части этого мира в котором мы ну это как голограмма этой голограммы некоторые части они погаснут то есть исчезнут то есть будут пустые земли и некоторые части из этого света ты и он говорит что просто это как кубик рубик это такая система что сверху искусственная снизу искусственная а воздух то что мы говорим воздух это все программы которые мы глазами не видим мы думаем это небо но это не небо а облака они скрывают в себе как говорит ну как компьютерные системы как пласты систем то что мы говорим что тарелки инопланетные вообще на них есть система поддержания жизни внизу который дают как будто искусственность свечения для людей как инкубатор мыслить и много информации ты будешь же поверьше то есть программа и пару души туда и холограмму оксана поменьше может быть такими фразами потому что я уже тоже сбиваю у меня ясно вы знаете как в трансе да потом льется и говорится что тогда что я ему сейчас не приведу я мы приведу потом мы прослушаем еще раз сеанс потому что я тоже сбиваюсь у меня как бы идет такими какими-то потоком безумными и я пытаюсь восстановить плохо становится потому что доброго тогда мы вот пишите говорит давайте вы говорите это все так записывается я потом ему переведу потом уже после сеанса отдельно на диктофон или каким-то образом да вы переведете вы будете останавливать а как его имя он спрашивает как его зовут сейчас я к нему перейду потому что мне там показывает славян как-то славяныш славян славян я это что-то такое но по-другому звучит славян что-то такое с какого он измерения 13 не идет он говорит есть 16 тоже вот эти говорит боги 16 измерения говорит вообще их очень много мы мы думаем их 12 говорит но это неправильно это как ступени развития души это уровень создать осознанности говорит просто сейчас люди почему люди живут на инстинктах самосохранения то есть сохранение аватаров поэтому мы друг другу делаем ставим подножки а так делать нельзя потому что сейчас эпоха вот что сделал то и пожнешь можно сказать эпоха такая ну можно сказать эпоха кармы и это очень быстро исполняется то есть те люди кто лишают других например еды то они сами лишаться этой еды те люди которые лишают других воды у них не будет воды и он говорит что те кто начинают ну то есть он говорит вот эта пословица поговорка придешь на мою землю с мечом от этого меча и сам умрешь погибнешь вот вот эта эпоха сейчас говорит обрати внимание что сейчас кто начинал войны тот с этими войнами и будет столкнется в своей собственном мире тот кто хочет другого уничтожить в даже в семье в маленькой большой все равно в группе на работе в учреждении тот и будет страдать больше всех в результате тот раз саморазрушится потому что сейчас конфигурация планет это очень-очень говорит кармично это как от ты смотришь на себя в зеркало ты желаешь кому-то плохо а ты желаешь себе потому что ты видишь себя в как отражение они другого и он говорит что я не могу из этого выбраться меня заставили я очень хорошо составляю карты миров и они меня взяли эти большие крылатые уже кто это такие это очень похоже на вот эти на зданиях старых горгоны с крыльями огромными и я вижу прям вот две таких больших у них блестящие серебряные крылья и у них тело такое бежевая и они его забирают откуда-то он он вообще с другой планеты ой он он говорит уранус но он говорит вот тот уран который мы знаем здесь это не тот это копия он с настоящего урануса говорит говорит это очень мощная сила в этой планете и она рождает душ которые но он говорит ну как душ это как аватары а твоя душа в него вселяется но в этом аватаре есть ну как энергетическая днк составляющая который отвечает за ну интерес такой в котором есть сопоставление каких-то данных структуризация потому что все вы в каждой вселенной в каждом шарике вселенной а но он как четкие часы там надо все четко подсоединить и просчитать это как формулы жизни данной системы это экосистема которая сама себя питает питает всех кого она выращивает то есть все аватары в которые вселяются души они питаются и поэтому мы живем в токсической системе потому что в других системах когда ты рождаешься в данном теле то или другой планеты или системы то ты получаешь все что тебе надо для жизни и для реализации своего потенциала который ты с собой несешь твоя душа заряд заряд как батарейка говорит что у нас делается когда душа входит в тело заряд гасится сразу с первой минуты рождения он гасится ты подавляя тебя подавляют тебя жестоко лишают всего что ты знал стирая тебе память тебе говорят что так надо не волнуйся тебя всячески в жизни унижают оскорбляют топчет и у них на планете да нет вот у нас на земле он говорит он здесь больший ему здесь не нравится он не хочет здесь больше поэтому он пришел он хотел знать что происходит у него завязка и и каким образом ну да он сюда пришел потому что его втолкнул этот зевс а зевсу горгона его принесли вот с того урануса на котором он был у него там такие интересные структуры в которых он работал там такие длинные они как цилиндрической формы прозрачные светло-голубые кристаллические здания и они прям такие на этаже и каждая комната круглая и очень очень интересно посередине такой как лифт вот но такая капсула и ты в нее заходишь она закрывается но так и ты едешь на тот этаж на который ты подумал в своей голове он работает это подсознание данного аватара ну а души и он но общается с многими он изучал там не только разные структуру структуры появляющихся новых созвездий но также и что его шокировало новой цивилизации которые стали приходить вот и и вот когда они стали изучать мне показывает вот рептилоидов он не показывает угрит их на самом деле больше чем вы вы знаете их 12 разных типов и мы их тоже увидели как они приходят и сначала что произошло вирус черной жижи захватил вселенную потом она стала отвердевать и стала ну это как живое отмирать а пластиком залепливать и так он говорит как будто вот если дерево покрыть лаком и она постепенно будет отмирать вот нашу вселенную покрыли этой жижей и она стала отмирать вот я я сейчас услышала как его зовут на ура уранусе о его называют славниус славниус вот так как-то и вот при там что такое как это идет как там идет какая-то серая буря на них и как будто много астероидов пыли и я вижу как они там пугаются в этой башне посередине вот из десяти этажей как будто посередине на пятом этаже и я вижу как они ломают эту башню она вниз как вот стекло разбилось ломают они сами или кто-то другой ломает нет вот эти горгоны и перед ними летит как будто целое облако пыли которую они собрали это метеориты они по чувству когда я их ощущаю они как железные и этим ну сметают с пути с поверхности все здания и его захватывают и там еще какие-то специалисты с ним были которые тоже расчетами занимались это какая-то физика вот такое как бы космическая и математика а как же вольная воля а он испугался у него снизились вибрации когда снижаются вибрации на тебя могут воздействовать ведь ведь они всегда так и на земле на нас воздействует если мы заболели или приболели у нас автоматом снижается вибрации чаще всего происходят разные не очень хорошие вещи или поэтому войны происходит внезапно резко у населения например украины снизились вибрации люди испугались и поэтому к ним прикрепилась очень много сущностей вот и и он говорит что его просто сразу как будто в какой-то вот я вижу на корабле вот я вижу этот зевск ему подходит и там очень много их разных вот эти все боги которым они назвали себя это вот эти анунаки с такими бородками кучеряшками многих и они говорят они его поставили они какие-то вертикальные такие капсулы света потому что сверху какая-то такая вот как круг вот как они сейчас лампа делают вот эти кругом таким и вот от этого круга идет свет и он тебя как будто окутывает ты ты не можешь двигаться ты как парализован и я вижу как идет отсоединение тела она как будто падает вниз и они его ложат и остается душа которая как будто вот так вот как палочка из двух частей раса отделе я вижу в душу она такая светлая салатовая такая светло-зеленая красивый такой цвет желто-салатовый вот этот цвет жизни он говорит этот цвет энергии он вообще очень энергии и энергоемкие вот его душа и ему нравится делать его работу но не вы перебрасывали просто ну как это выглядит это вот как они строят цепочку он говорит вот так у всех и вот у него двойная и там параллельно вот так жизни идут и как будто его душу раскатали катком на все эти жизни и поэтому они одновременно идут нет вот этой линейности как мы думаем 1 за 2 за 2 за 2 горит нет вот скатали катком сделай шарик рук и вот по кругу я как хомяк от бегают туда-сюда туда-сюда и как бы одновременно вот эти все жизни постоянно и от этого усталость от этого и понимание что что-то тебя здесь держит и что ты не можешь выбраться и тебе хочется свободой вроде как жизни есть свобода но ее на самом деле нет внутренние чувства потому что у него соединение четко с душой вот он сейчас идет он сейчас уже на своей планете уранус и он говорит сейчас мы построим щелд проект протекцию как такое защита и он строит как такой шар из каких-то мелких у них какие то есть гусеницы странные непонятные энергетические он как будто их просят из пространства они приходят и они создают ну вот как у нас шелковые гусеницы я правда никогда не видел но вот из них как будто из этой гусеницы когда наползет от нее идет такая такой след и этот след он как нитка из она золотая из этих золотых ниток он сплетает вокруг планеты такой слой защиты и он в нее подсоединять свою энергию и энергию своих вот с кем он работает там это много было их там ну где-то 20 их было вот этих вот но не как люди но они гуманоиды у них немножко отличается там скулы вот они более высокие такие у них кожа какая-то она вот светится у них уже тоже да да вот они все у них как будто изнутри свечения идет и он говорит мы подключили наши души к тому к этой сетке к этой защите она выглядит как есть яйцо такое и я вижу тот момент то есть он изменил тот момент когда захвата вот этими горголями и они не могут они ударяются своими клювами и как будто ну в порталах что засасывает но не какие-то ловушки поставили он вообще очень его душа она понимает технические моменты разные она просчитывает как шахматах ходы наперед и они это сделали и он говорит смотри смотри и все изменилось ты видишь как отпали мои вот эти 58 жизни которые на земле ты видишь как лопнули контракты а у него контракты какие-то интересные у него они как 9 пирамид он говорит это 9 пирамид жизней потому что у него должно было по-моему 90 жизни или 900 вот что-то с девяткой связано там сейчас до 900 написано он должен был здесь прожить жизни а потом бы они решали в какую структуру резацию его поместить он говорит структуризации точно легко это компьютер с планами жизней которые записаны все все в большой биосистеме которые мы называем записи акаши это просто крит эти записи акаши ну да потому что ну там не обязательно там разные расы в которых которые не хорошие то есть они пропускают нас через за планы жизней и они хотят посмотреть как мы будем себя вести потому что эти планы жизней они максимально напитаны болью страданием раздражением вот этими всеми низкими вибрациями отключить его можно от этого от книги этой акаши так он вот уже он же все мне показывает эти пирамиды он говорит вот смотри они разрушаются когда я меняю я же поменял уже все что случилось поэтому все как автоматом как по домино эффект то разрушается яйца они вот такие они не граненые они просто вот так идут очень такие точные эти пирамидки белого совершенно прозрачного как хрустальные и внутри я прям вижу какие-то нолики единички троечки шестерки девятки они переворачиваются 6 на 9 9 на 6 говорит но это просто эти пирамиды это программы программы вот этих моих двойных жизней и поэтому говорит я могу хлопнуть в ладоши они разрушатся но они и сами разрушатся но я могу ускорить процесс и он хлопает в ладоши и они раз и все в гребезг и я вижу как он открывает он какую-то палочку себе такое создает этой палкой начерчивает круг в пространстве просто перед собой открывает этот круг и туда вот эти вот все он как такой какой-то метло и не знаю что типа вот туда все сметает и говорит пусть это все сгорит в звездном огне и станет звездным пылью и никогда не будет больше такого насилия над душами у себя несут все его факты контракты вертые диза серых копий твердых дисков у него то были эти твердые диски эти пирамиды 99 вот этих хрустальных пирамид это они есть которые только что разрушил смотрит если еще там что-то есть какие-то контракты факты они пытались его днк там на три процента изменить мутировать в этих жизней в жизнях пока он в этой капсуле сидел в которой его душу посадили ну что-то у них плохо получалось с этим потому что он говорит это очень легко изменить на самом деле они хотели намного больше все же знают как они меняют днк людей те которые ведут себя абсолютно как же животные как рептилоиды нас инстинктов самосохранения готовы затоптать тебя и у меня это дело не прошло говорит у меня просто они не понимают структуру моей души там очень много таких а ну как видите но его днк вот каждая цепочка его днк ну как верите но в каждом веретене там как будто по по разных там 6 по моему нету говорит по 7 по 7 разных структур вот 4 в одну сторону 3 в другую крутится вот так он говорит а нет 8 посмотри 8 это у него 8 нитей днк да нет у него в каждом звене 8 вот так крутятся между собой в разные стороны и поэтому и они не могли мутировать днк как они не хотели и у него вообще 16 вот этих вот цепочек 16 нитей днк да и он сказал что вот он сейчас из себя достает какие-то цепи у него цепи были на ногах да они цепи на руках и у него какая-то вот как будто прям посередине вот как здесь какой-то диск но как я понимаю что они ему что-то говорили как будто начитывали как себя вести в разных ситуациях в голове и молит сердце сейчас я посмотрю что они там сердце я просто вижу то диск он такой довольно большой и он такой же стену ну как из из меди сделан такого темного оранжевого какого-то коричневого цвета это уничтожить все все чеканом его достает какие-то линзы издает из глаз он из-за этого он говорит что у него как помутнее это чтобы помутнел кристаллик или что он у это это процесс через эти линзы они могли видеть все что происходит перед его глазами в его жизни считывать информацию с людей когда он их встречает то что им это интересно те линзы помогают он их снял я вот вижу у него перед ним лежит диск линзы у него в горле что-то какой-то еще маленькая такая как крутишь такой но но там какой-то band там как это как вот как резиночка какая-то натянута на груди она как будто сдавливает ему грудь у него нет в самом сердце ничего но у него есть как как лента да вот так вот вокруг по спине она получается идет то есть спина может сверху немножко быть неудобно болеть вот такое и его культирует снимает да он снимали мы просто сдавливаю почему потому что и вот он говорит потому что как я сказала у меня в душ но в моем теле очень много моей души она очень энергоемкая и вот этот поток энергии они пытались перекрыть потому что поток энергии и связь сознательной части то есть вот ум и подсознание твоей души они через сердце идут это главный как бы поток вот этой энергии соединения и не хотели его перекрыть но у них мало получалось потому что я все равно очень даже был соединен со мной у меня никогда не было разделения души и физической части он говорит и кроме того хочу сказать что те люди укатка укат которые у которых что-то случается с телом какие-то серьезные болезни у этих людей всегда всегда говорит я это знаю происходит разделение и и нет связи между физическим и не физическим то есть душа от начинает отвергать тело тело начинает болеть и когда тело быстро сгорает быстро уходит от болезни это значит что душа это тело больше не хочет потому что тело не слушает дыш душу и она не выполняет ту ту задачу который душа себе придумала что и надо сделать потому что он говорит даже когда души как моя попадается в ловушку мы приходим и мы начинаем сначала говорит когда я пришел в первую жизнь я начал сканировать что здесь происходит в этом искусственном мире я понял как он работает то что я понимаю схемы системы и тут все идет от обратного он говорит если что-то очень хочешь что никогда не получишь если что-то тебе не нравится то то что тебе не нравится твой фокус внимания на это значит у тебя это будет всегда тебе будет что-то не нравится особенно то то та вещь которая тебе мешает то есть говорит надо здесь вообще в этой системе отречься от нее чтобы что-то получалось отречение это не принятие системы и человеку такое слово пришло не знаю как вы его переведете пофигизм но в общем все пофиг и пусть все будет как будет вот такое говорит и тогда у тебя все в жизни будет складываться потому что тогда системы матрицы на тебя не будут влиять а вот и чтобы тебе потому что в основном люди всего боятся они волнуются за финансы за работу за будущее за детей и поэтому у них проблемы именно в этих сферах если вы перестанете волноваться во всем и скажете я просто плыву по течение по схеме этой игры я в ней просто кораблик и речка знает куда меня направлять чтобы у меня все было хорошо и тогда я буду работать в этом направлении когда я чувствую импульс что мне надо что-то делать физически но в основном я не буду толкать лодку сам потому что это толкание против течения а мне надо по течению а программы эти постоянно меняются потому что у зевса целая команда душ которые на него работают но сейчас его партнер кронус он сворачивает время время должно ускоряться и сворачиваться нет 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 я же видела уже до этого это вот получается так вот эти вот боги над ними стоит как бы архитектор матрицы а вот хотя архитектор мак хотя боги думать что они стоят над богами у них там какая-то сварка такая идет между ними кто выше кого в общем это настолько смешно смотрится на самом деле этот архитектор матрицы это просто тот кто придумал всю игру и притянул сущностей ну как эти анунаки которые бы могли в этой игре быть игроками а и составлять ну и благодаря этому производится пирамида игры или пирамидка управления кто-то сверху кто-то ниже кто-то пониже кто-то совсем ниже а вот то есть как как рабы да рабовладетели рабодать рабодать или это место те которые работают выполнить здесь на земле какой что по факту у него не было миссии так как его принудили но когда он считал программы он понял что он может создать антивирус но к сожалению люди очень поглощены своими программами выживания поэтому сейчас вот то что они создали войны то что то есть то еще эти войны будут продолжаться очень очень долго он говорит мы души в телах людей можем от остановить все но пока мы ничего не останавливаем потому что мы думаем что у меня все в пока в порядке зачем я буду заботиться о том что у меня за забором творится а каким образом мы можем это остановить эти все войны он говорит просто подавить что-то в корне там где она началась ну ну задавить это чтобы она не распространялась это он говорит это как краковая опухоль ее надо сразу остановить у нее корни пойдут если не остановишь то есть остановить можно только вместе вот он мне показывает если мы энергетически возьмемся за руки если мы если мы перестанем грызться между собой если если мы перестанем нападать друг на друга потому что он говорит на самом деле это же война это отражение в большой ам это как гладезером когда ты видишь свое отражение ты то что в война случилось из-за того что мы в каждой стране между собой сражаемся, одна партия с другой, одна группа людей с другой, в семье люди тоже ссорятся постоянно, дети ссорятся. Ну, то есть, это такая иерархическая пирамида, получается. То есть, если все вот маленькие системы стран, семей, это же матричные схемы, там, семейная схема, там, рабочая схема на работе, коллектив, потом идет правительство, они же все ругаются. Говорит, как можно не создать глобальную катастрофу в виде глобальной войны, если все везде все равно ругаются? Ну, то, что мы создаем здесь внизу, отражается наверху. Это зеркальная система, он говорит, это просто зеркальная система, вот и все. Если бы мы все начали пожимать друг другу руки и говорить, вне зависимости от нашего языка, нашей культуры, мы уважаем друг друга, нашей культуры, мы все, всех друг друга уважаем, это бы все загасилось очень быстро, энергетически, это бы никогда и не началось. Но, так как есть в этой игре, есть очень важная вещь, они всегда ставят две, как дуальность, противостоящие структуры. Вот у нас есть драконорептилоидное царство вот этих рептилоидов, которые они на самом деле идут из Арктики, Антарктики, вот оттуда, они совместно с нордами, вот они, например, берут какие-то большие. Все началось с Китая. Сначала Китай был порабощен, захвачен вот этими схемами диджитализации, механизации, компьютеризации. А в Китае это за раса? Потому что я в своих видениях, я видела, какая раса управляет Китаем. Это серые. Там они серые захватили, и они как будто вот это ДНК маленьких серых. Она в китайской расе, в расе азиатов, но вообще вот именно Китай. А потому что они исполнители, они как рабы. Им сказали делать, им сказали создавать. По схеме, им дают схему, они создают. Они работают день и ночь, и они создают. С того, что я видела, там присутствует раса драконов в Китае. Ну да, изначально, да, изначально, там что интересно, изначально там была раса красных драконов, а потом они пошли на сделку с этими серыми. Они хотели как-то усовершенствоваться, чтобы стать. У них есть такая черта, они хотят повелевать чем-то миром, другими расами, захват. У них есть вот это рептилоидно-драконийское. А искусственный интеллект, это антихрист, вот это где с кем? Будет новый бог искусственного интеллекта. Да, есть антихрист. Да. Ну, вот он, в принципе, он говорит, муж говорит, что его не существует. На самом деле. На самом деле, это то, что мы называем антихристом, искусственным интеллектом, это и есть, это искусственная компьютерная система, игры, которая держит нас в строю, как бы, внутри этой схемы, системы, из которой мы не можем понять, как выбраться, потому что мы в колесах мироздания, вот этого искусственного, и одно колесо подкреплено к другим, как механизм часов. И как выбраться из часов, может понять только тот, который выберется из собственной головы, из своих механизмов здесь, который диктует ему доминировать над другими, быть лучше, и потом все идут схемы там зависти и так далее, и так далее, и так далее. Потом еще есть, он говорит, очень большая схема, это соревнования с другими, чтобы показать, что это лучший, потому что в программе что-то лучшее сидит, что у тебя программа выживаемости и продления жизни намного лучше, чем у других. Говорит, он одно с другим связано, оно как зацеплено, как цепи такие идут, и эти цепи, как будто бы, они наслаиваются на нашу оригинальную ДНК, и получается, вместо вот этих, сколько там, 16 нитей у него, там, например, две, они как-то, он говорит, как на слойке идет, и те не могут работать, может работать только вот эти две искусственные, которые у всех насажены, и от этих искусственных работают вот эти диски программ, которые мы называем вот эти колесики, я как-то вылетела из головы, потому что я вижу, он их выбрасывает, чакры, он выбрасывает эти чакры, выбросил, либо, да, полностью, да, у него нет, он говорит, вот эти колесики, мы как мини-отражение макромеханизма, отца, отсоса энергии, и постоянные наши прокрутки нас в разных программах, вот это чакры есть для этого, и я вижу, как он опять открывает свой портал, он их выбросил, но у него сейчас энергия так, она очень расходится, и он вообще сам растет энергетически, почему ему не давали войти в гипноз, его кто-то блокировал, что было причиной? Ой, ну, во-первых, у него вот этот диск в голове, он вообще, то есть, они могли сделать все что угодно, они могли сделать, чтобы он вырубился, когда надо, ну, там, заснул, например, или, наоборот, какие-то мысли, а, мысли посылали, они, я не могу, мне не получится, я, у меня ничего не получается, в любом случае, зачем я это делаю, вот такое. эти из ЭРС. Да, это, это программы, ну, это импланты, в импланте уже есть программы мыслей, то есть, чем больше, ну, а потом они могут издалека, как remote control, да, как вот на расстоянии активировать разные программы, и, например, ну, точно так же, как, ну, это я от себя, просто, я знаю, что те люди, у кого самые большие подключки, у них всегда какие-то проблемы, или связаться со мной, или заплатить за сеанс, или, в общем, короче, у них всегда какие-то, там, ну, у меня у самой такое было, когда я сама первый раз проходила сеанс, у меня ничего не получас, ну, вот, вот в этом заключается, ставят такие подножки везде, чтобы ты везде спотыкался, но только напористо, ну, напористостью своей ты можешь пробить эти, точно так же, как у многих, стоят программы, там, не имене детей, а у них каким-то образом появляется ребенок, они пробивают эту программу собственным намерением, потому что наше намерение может пробить и даже уничтожить любой имплант, мы просто, как бы, не верим, что мы можем, а все основано на вере, вот в этом он, вот в этом он говорит правда, по вере твоею тебе дано будет, и это есть правда, так как они должны вставить маленький процент правды в любую неправду, даже в Библию они вставили немного правды, вот. Он спрашивает там, где он живет, очень низкие энергии, потому что он дома не очень хорошо себя чувствует. Потому что там какие-то порталы, которые ведут внутрь в землю. Порталы, уже дома, которые проводят до земли. А сейчас вообще очень много наводнили землю, и сейчас будут ее постепенно наводнять. У нас происходит просто отслоение той территории, на которой мы живем, но этот слой, вот этот слой 3D, ну он очень низкий, это как бы самый низкий, ну потому что под нами идет только 2 и 1, и сейчас через эти взрывы, катастрофы, различные проблемы с природной катаклизмой, природной, они на самом деле искусственно созданы, через них будут открываться разные вот эти маленькие портальчики, большие порталы. через которые сущности низших миров будут переходить в наш мир. Такое случилось уже, они распространяются. Там, где были какие-то большие косые раз ракеты взрываются, открывается портал, поэтому они постоянно намекают, что они хотели бы самые большой портал мог бы открыться, если бы атомная бомба где-то взорвалась. Тогда бы у нас было бы просто наводнение этих низковибрационных сущностей из низких миров. Как ему быть дома? Что ему сделать? Как ему проработать эти порталы, позакрывать? Что ему надо сделать? У него, я вижу, у него пол на кухне, у него в полу как-то как будто такая прям дыра и никуда, как вот черная дыра, можно сказать. оттуда кстати, а я поняла, у него даже больше не сущности, у него дизинка, ну люди, которые теряют тела, проходят. Нужно закрыть? Да, он закрывает. Он как будто он не так обычно закрывает, как все другие, я видела. Он не как-то перепрограммирует эту дыру. Она сдвигается в другое место, в пространство, где нет людей, где никто не живет. У нее сдвинул. Она как это сдвинулась? Он говорит, это очень легко, потому что мы на таких слоях находимся, и им очень легко с помощью коллайдеров эти слои двигать, и тогда происходит землетрясение. У каждого слоя есть кодовое название, они вбивают код в вот эти потоки, которые идут от коллайдера, он называет это как диски, диски коллайдерные, и идут импульсы, именно которые воздействуют на данный номер, данную конфигурацию или формулу данного слоя земли, и в том или другом месте происходят разные или извержения вулкана, или зарождается ураган, такое, там можно сделать землетрясение, в той части такое вот они делают. Он еще тут спрашивает, у него девять маленьких котов дома, и они его охраняют эти коты, потому что у гребуша была большая проблема, мама самовольно ушла из жизни, и он очень переживал там расстание с женщиной, он спрашивает эти коты, и с мамой одновременно он спрашивает, почему мама сделала такой шаг? Ой, ну там какая-то сущность была у нее. А, я вижу это оса, это гигантская оса, черно-желтая. Прямо вот реально выглядит как большая оса. Она постоянно что-то нашептывала, она у нее была в голове, и она ее раз схватила, когда она вот ушла, она ее раз схватила, она даже не могла. А сейчас она в каком-то она в каком-то эгрегоре сейчас мама его. Там очень много это как такой шар большой с такими дырочками и в этих дырочках сверху какие-то затычки и в каждой дырке как в капсюре сидит душа и она там тоже сидит освободите как-то может да он к ней подошел и он трогает ее руками как вот пальцами пробивает как то есть как воск как воск пластилин и она как будто просыпается у нее как сон был она во сне это все сделала но у нее было не она была не сама сова собой она как одержимая была в этот момент вот она она не поняла вообще у нее сейчас так общение когда он с ней говорит что она вообще не помнит своих жизней на земле она не помнит что она сделала она каком-то бессознательном состоянии находится но она сейчас у нее поднимается вибрация она расширяется потому что она такого молочного цвета такого непрозрачного какого-то и вот это вот все он говорит тебе надо себя очистить под каким-то звездным душем он говорит давай вместе станем я как раз хотела очистить себя под звездным душем свои ментальные эмоциональные тела и они вместе как будто становятся и на их капельки такие они пронизывают их полностью как бисер очень красиво выглядит она все падает на пол и как шариками скатывается и вот она говорит что но у нее нет у нее что интересно у нее нет привязки с физической жизнью больше я вообще не вижу она телепатически говорит все мне пора идти я не хочу здесь больше быть потому что все эти слои они раздражают это искусственно это против души вы живете в искусственном мире это она сейчас говорит не знаю зачем она это вы едите искусственную еду вы у вас искусственное солнце у вас искусственная луна вы как в инкубаторе душ у нас в инкубаторе душ когда ученик перерастает учителя или когда ученик или подвла или раб перерастает своего рабовладельца то он может уходить потому что на него нет больше никакой силы воздействия и те души которые полностью проснулись на них тоже нет силы воздействия они могут уйти спокойно они они сами решат когда они возвращаются тогда к творцу либо они идут там откуда они пришли или тоже их личный выбор творца нет мы все творцы в совокупности мы один творец можно так назвать если соединить все энергии в одно а вообще каждый каждый из нас это есть творец мы создаем миры можно она ну вот сейчас уже он говорит я могу себе целую вселенную создать говорит но так будет неинтересно я же буду там один творец а я не хочу повелевать никем в нас в душах нет такого что кто-то выше другого что есть какой-то бог или творец мы все как бы творцы и мы уважаем наши друг друга творения то есть мы не разрушаем творения мы созидаем и мы любуемся вот и мы как дети радуемся и показываем другим своих своих животных которые мы создаем своих там новые какие-то сущности красивые планеты красивые цветы мы это все создаем из своего воображения нашей души и потом мы как будто показываем друг другу хвастаемся ими очень часто спрашиваем что добавить и вот и мы имеем право только говорить друг другу когда мы просим друг друга посмотреть добавить или нет и точно так же кооперация кооперация происходит только тогда когда оба творца хотят заняться одним делом тогда а скажите вот как он связан с этой расой котов они ему помогли вот действительно эти коты сейчас коты там что-то сейчас что-то нет там как-то по-другому там что-то с филиноидной расой связано но я вижу как какой-то кот вот у него интересная такая у него как жилет из железа и цепочки такие и потом он как-то он одет у него как-то защитная такая впереди как кольчуга вот она из разных таких вот красивых стоит и это такой филиноид но он похож на пантеру очень очень такой черный прям красивая такая шерсть короткая и вот очень много всего разных камней какие-то надплечники на плечах какие-то голубые такие вот голубые ну больше как темно синие такие камни красивые овальные но очень много такого это как будто подарок это как будто эти коты с этой планеты они как будто сглаживают энергию и он их перенес он каким-то образом перенес их в эту жизнь они просто появились потому что он к ним привязан он мне показывает что они раньше жили в одну из этих цилиндра таких вот домах цилиндрических из кристаллов на уранусе он говорит они просто он говорит это как когда огонь создаешь вниз подкладываешь бревна эти коты они как будто распаливают огонь и ты сидишь на своем пятом этаже он все время горит и ты начинаешь создавать эти карты которые нужны для ну вот для естественных миров но сейчас он создает карты для искусственных миров ну как бы создавал ну говорит вот сейчас я просто эти все цепочки все подсоединения к этим жизням я их уничтожил эти жизни тоже сами по себе свернулись и вообще говорит ананнаки они вот очень сейчас злые потому что очень многие отсоединяются от них и и хотят уничтожить драгоницы вообще расу анунаков и днк анунаков которые есть в расах людей на земле они хотят что-то с ними сделать потому что анунаки и драконы это то же самое да нет анунаки не идут вот израильтяне вот ну как вот у них у многих есть днк анунаков вообще понятие еврейского рода вот там есть анунаки вот они оттуда пошли они очень умные с существами у них очень богатый опыт жизни они тысячи лет жили на разных солнечных системах а солнечные системы они абсолютно есть фиолетовое солнце черное солнце есть там разные солнца красное солнце желтое вот поэтому это у нас просто по схеме биологических у нас построено искусственное у нас по сути солнечная система искусственного интеллекта искусственных планет вот все как копия всего Он сказал, что он чувствует сам, что может себя лечить своей энергией, сосредотачиваясь вот именно. Да, потому что он очень энергообъёмный. У него очень много этой энергии, он может её в точку, ему просто надо научиться, как сфокусироваться. И пытаться сфокусироваться, если он хочет вылечиться быстро, целый день, держать фокус, это очень тяжело, очень тяжело. Но настраивать себя, чтобы и фокус не спадал, мы же так же создаём. Когда мы хотим что-то создать, у нас фокус почти там всегда. Или хотя бы на заднем уме, ну как бы сзади в голове есть картинка того, чего мы хотим. И она не уходит, пока это не исполняется на физике. Я вижу, как он сейчас принимает такой вот, он как будто оркестрирует оркестр вот этих искусственных звёзд. А почему-то, когда я вижу, он делает с искусственными, там биологические вот эти вот, которые, вот когда он на Уранусе, там есть биологические звёзды, и он когда оркестрирует, чтобы они так ходили хороводом, они в какие-то структуры собираются интересные какие-то геометрические, пропорциональные. И он говорит, вот геометрия, она лечит. Ты можешь своей силой собрать какую-то геометрическую форму, и она быстрее вылечит, чем просто думать о том, что, ну, лучше всего даже не концентрироваться. Можно сконцентрироваться, что и увидеть, как ты уже, ну, у тебя всё уже хорошо функционирует, и просто продолжать жить, не сидеть, и не это, он мне показывает, надо ходить, делать, и держать фокус внимания где-то сзади головы, на back of the mind, то есть на этой картинке, когда ты уже всё, у тебя уже всё ушло, и забыть про это, забыть, он говорит, потому что, когда ты слишком фокусируешь внимание, тогда ты самоблокируешься тоже. Поэтому здесь нужен баланс, насколько, насколько фокусом. Он спрашивает, будет ли он ещё сходить на землю тут, после своей смерти, или это уже всё? Нет. Он говорит, я готов. Говорит, очень многие готовы. Кто понимает, что происходит, готовы. Они хотят от нас избавиться. Говорит, на этом этапе. А мы им не нужны, потому что мы уже знаем всё. Мы сообразили, как отсюда уйти, мы сообразили, как что всё работает. Нам такие игры, такие саботажники не нужны. Мы создаём саботаж. Мы создаём непокорность. Мы непокорные. А это им не надо. Им нужны аватары, у которых ДНК будет... То есть физическое тело, оно работает по физическому ДНК, и они просто приглушают физическое ДНК до того момента, когда ты уже не можешь ничего думать, просто живёшь по программам этой придуманной игры, или ДНК-матрицы, как мы её называем, и всё, и тебе больше ничего не надо. Просто обычные житейские потребности поесть, поспать. Вот такое. Хорошо. А побирают судьбу ещё энергию? Вот они. Ну, то, что он терял, это было раньше до 42%, там зависело. Зависело от... Ну, наверх-вниз, наверх-вниз. Постоянно волной шло у него. Как у него забирали. Ну, он сейчас отключен от этого всего. Я прям чувствую, он очищается, он под этими звёздами. И у меня... Ну, так как я с ним вместе, мне хочется зевать, потому что, когда зеваешь, всё это выходит. И у него такое состояние сейчас очень расслабленное. Я вижу, как у него из тела тоже выходят какие-то пылинки, какие-то фигурочки маленькие, железные, там, кружочки, шарики какие-то, шурупчики. Ну, какой-то такой, в общем, грязь какая-то. Вся, вся грязь весь грудь. Да. Он спрашивает, что его сестра ему очень близка. И раньше имел ли он с ней, как бы, был в какой-то связи с сестрой в предыдущих жизнях? Это учёный, с которым он работал. Я науковец. Сейчас же он науковец, которым прославился. Я науковец. А сколько раз он с ней работал? Или имел связь, вот, с каждым жизнях? Ну, он восьми уже жизни с ней. Но просто другие жизни её поместили в другую капсулированную систему, в какой-то, не на данной планете Земля, на другой планете Земля, на другой голограмме Земли, в общем. Почему люди, он ещё говорит, он хотел сказать, что почему, говорит, так глупо, что люди спорят, Земля круглая или квадратная, как он смеётся. Ну, в общем, говорит, мы плоско её видим, потому что голограммы, они плоские, когда голограммы соединяются вместе, получается шар. Поэтому, ну, то есть, смотря с какого ракурса посмотреть, и говорит, и причём в этом мире всё так и есть. Ну, в зависимости с какой стороны, с каким опытом человек смотрит. Ребёнок видит одно, старший человек видит другое, а человек, который уже прожил жизнь, видит третье. И говорит, смысла нет сражаться, бороться и ругаться, что кто видит и как правильно. Говорит, правильного не существует в этом загадкой ключ всего. И если бы люди это поняли, они бы перестали осуждать друг друга, потому что все правы, по сути. И здесь говорит о вирус, вирус со лжи. Это очень большой вирус. Ложь и деструкция. Это два больших вируса этой системы, которые надо уничтожить, потому что они всегда растут, они не бывают, они не самоусыхают, они не самоликвидируются. Ложь и деструкция, они распространяются по всему миру. И это то, что мы сейчас увидим. В какой-то момент люди должны собраться вместе и перестать заботиться только о себе, только о своей семье, только о своем доме. Люди должны встать и, образно говоря, взяться за руки и сказать, все, пошли вон. Все схемы, системы, структуры, все инопланетные сущности, которые играют наших правителей, они же играют, это же их не игра. Они то хорошие, то плохие, то говорят так, то эдак. А на самом деле, кто на самом деле движет миром, это мы. Кто на самом деле соглашается или не соглашается, это тоже мы. Хорошо. А может он как-то посприять тому, то есть помочь тому, чтобы вот этот вот вирус обмана и деструкцию уничтожить? Он говорит, я один не могу. Это как, это как если ты входишь в одну, большую систему, например, здание, корпорация, ты же не можешь всю корпорацию уничтожить, ты можешь или из нее выйти, ты можешь поделиться информацией с другими, потому что тебе нужен какая-то скопчиня, какое-то, много людей, чтобы они вместе хотели одного. И тогда в зависимости от процента, это как голосование, в зависимости от процента происходит перезагрузка реальности. То есть, если сейчас все люди соберутся и скажут, хватит, хватит уже сражаться, хватит уже бороться. Давайте подавим зло и перестанем нас вожатые не уважать друг друга, и тогда все закончится. вот такие решения однозначно должны присутствовать в головах, в сознании людей, потому что сознание движет миром. Мы просто не видим вот эту, ну, уровень бессознательности на самом деле больше 70% до сих пор. И он говорит, только 30% душ уйдут спокойно из-за этого колеса бесконечных жизней. Говорит, только 30%. Все остальные или останутся в больших конгломератах, которые мы называем большие города, или уйдут из жизни, ну, физическая часть их уйдет. Он говорит, что он любит всех, всех людей любит. Вот он такой. Ну, 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 по душе говорит, ну, всех ты не можешь любить, потому что многие очень, многие не люди. Тут вот насчет этих процентов, тут больше половины не люди вообще. Не людей вообще ты не можешь любить. Потому что те, кто не могут давать тебе любовь обратно, когда ты их любишь, ты не можешь их любить. Это просто предметы, это искусственно созданные интеллект-матрицы, который проявляется в форме человека перед тобой, но он таковым не является. А люди, люди, они люди, в людях души. души, и в каждой части мира есть хорошие души, которые несут добро, а есть, ну, в нашем понимании, негативные души, которые несут зло и разрушение, но у них у всех есть подключки. Они кем-то керуются, они кем-то управляются. Вот. И поэтому такое, ну, вот это ложное течение New Age, оно заставляет людей любить всех, но так не получится. Ты не можешь любить того, кто убил кого-то в твоей семье. как ты можешь любить. Продолжение следует...